В общем, первый ТЭТ Боровое, ТЭТ ИКС, начали! У меня первое сообщение сочиняется из издревле, от глубоких корней. Одна из первых монотеистических религий, это религия иудаизма. И в этой религии есть миф, который живет много тысячелетий. Миф говорит, что следующий мессия или Машех въедет в Иерусалим на осле. Просто тогда все ездили на ослах, понятное дело, больше было въехать не на чем. Поэтому с тех пор все люди, евреи особенно, считают, что обнаружив мессию, необходим осел. Но те, которые еще и разбираются чуть более глубже, они нашли еще новый смысл. Что осел, это не просто осел, как животное. А осел на иврите еще означает материю. Как-то вот очень близко это слово осел к словам материи. Поэтому есть вот некоторая такая идея, контекст, что в общем-то мессия, его основная роль будет заключаться в том, что он материализм и материю наконец-то начнет использовать как осла. То есть сделает ее вторичной по отношению к идее. То есть перевернет современный мир возраста. Это, так сказать, предтеча к моему дальнейшему. В этом мите говорится о том, что мессия въедет не просто на осле, он еще въедет в Иерусалим через золотые ворота. Кто из вас был в Иерусалиме? Раз. В Иерусалиме есть маленький старый город. Ну, как маленький, он больше Кремля, наверное, чтобы понимать. Но, тем не менее, он действительно старый. То есть там вот как бы, если ходить, это раскопки на 100 метров вглубь, какие-то руины каких-то зданий вверх, и все это перемешано. Есть основные четверо врат в этот старый город. За старый город все время воевали, естественно, евреи с мусульманами и так далее. И одни ворота, которые называются золотые ворота, они полностью закрыты. Они абсолютно замурованы таким же камнем. Весь старый город, он вот вся, он как бы огорожен стеной. Это стена из огромного известняка, только когда строили гигантский флип. И золотые ворота тогда, во времена еврейства, 2000 лет назад, они были, конечно, открыты. Сейчас их какой-то мухаммед в 600 веке, который испугался, что придет на осле мессия, ворота замуровал. С тех пор они абсолютно замурованы. Ну и понятно. Поэтому, мало того, что задача нового мессия является достать осла, это еще как-то въехать через мост золотые ворота. Когда я там была, я, поскольку это одна из моих идей фикс, это то, что я мессия, и я пыталась как-то эти золотые ворота обследовать на предмет входа, там, как-то. Заванья. Но, к сожалению, они действительно прилично замурованы, тем более, что с этой стороны однозначно исламская часть. То есть это толпы арабов. Гена, который был оставлен на пару минут перед воротами, тут же у него попытались украть кошелек. Помните, он будет расходить? То есть там еще и помимо того, что они замурованы физически, еще и так не очень психически находиться легко. Не потренируешься. Вот. Но каким-то чудесным образом я таки нашла решение проблемы золотых ворот. Многие из вас знают, какое. Слайд номер три. Вот они. Это смотря где. Значит... Мост называется Голден Гейт, находится в Сан-Франциско, ведет из центра в Сан-Франциско на север. То есть пересекает основной залив Сан-Франциско. То есть он отделяет, является в этом смысле воротами от океана в материковую часть США и в залив. В ту зону залива, которая сейчас является самым золотой эрой нашего мира. То есть Силиконовая долина, вот зона залива, Бэй-Элия, это то, где сейчас происходит, ну, как бы утверждается основная передовая техническая революция. По сути дела, мост Голден Гейт открывает вход туда, со стороны океана. Теперь немножко истории. Значит, вся эта зона залива и как бы то, что там происходило в Калифорнии в 60-е годы, это большой психоделический взрыв, и он продолжался не только в 60-е, но в 70-е годы, в 80-е. До нас, до России докатывается дальше. И много существовало попыток оттуда, таких вот, изменить мир, задать новое мировоззрение. То есть, собственно, то, что все ждут от Мессии, что он принесет в мир, наконец, новое мировоззрение таким образом спасет мир от того, что мы сейчас имеем. Это один из известных людей, которые в то время пытались это новое мировоззрение принести. Его зовут Вернер Эрхард. Одна из его историй заключается как раз в том, что он получил просветление, когда ехал по мосту Золотые ворота. И после того, как он получил это просветление, он создал тренинг ЭСТ. Этот тренинг прошли сотни тысяч человек в США, и это очень сильно изменило их личное мировоззрение. Частью этого тренинга было очень сильное и такое контроверсное заявление Эрхарда, с которого тренинг начинался. Начинался он со следующего. Вы все жопы! Не только ты, но и вы все жопы! И вы все жопы, да. Те, кто пришли на тренинг. Мы показываем. Вот смотрите. И идея этого заключалась, что изначально человек, взрослый человек, даже, может быть, социально успешный человек, тем не менее, во многом неразвитый. Он очень много совершает неразумных поступков, противоречивых поступков, нечестных поступков. В этом смысле он жопа. То есть он не живет полноценно и нереализован как человек. И до тех пор, пока он, наконец, не примет того, что я, я жопа, он не сможет измениться. Это начальная точка. Принять свое несовершенство. После того, как несовершенство будет принято, можно этот процесс начинать. И, собственно, с этого начинался тренинг. С того, что Вернер Эрхард пытался всем это показать. В Сан-Франциско осталось до сих пор некоторое количество людей, которые на этом тренинге были. И все еще разделяют, хотя бы помнят эту методологию. Один из этих людей мой друг Эллиот Айзенберг. Вот он на картинке. И однажды мы с ним... Привет, Эллиот! Мы были с ним на Гавайях. И Эллиот ему уже 70 с лишним лет. Он довольно старый. И он уже такой... Ну, немножко, как многие стареющие люди, слегка уже входит в маразм. Его маразм заключается в том, что он цепляется ко всем людям и разговаривает со всеми. Причем просто так, разговаривать со всеми без особого смысла. То есть, если он идет по улице, ему встречается какой-то сосед, он обязательно с ним будет разговаривать. Это нормально, если он один. Но это не очень удобно, если мы с ним вместе куда-то идем. Если мы вместе с ним идем, то он останавливается у каждого соседа и не приходится ждать. Мы вместе были на Мауе, на одном острове и поехали в длинное путешествие по очень сложной дороге. Дорога была по краю океана, то есть очень-очень извилистая. Я была единственным водителем и всю дорогу ввела. И когда мы останавливались, нам было еще далеко очень ехать. Эллиот разговаривал со всеми, не думая о том, что нам еще ехать далеко, а везти машину мне. И в какой-то момент я так разозлилась, что он у него наехал. Он наехал на меня, и мы с ним поругались насмерть. Так что он сказал, что больше никогда со мной никуда не пойдет. Не сядет вместе и так далее. Но немножко прошло времени, и все-таки, ой, или это что-то изменилось в состоянии. Ну, он вдруг, видимо, вспомнив Вернер Д. Э. Храдо или кого-то еще, признал, что он жопа. После этого мы обратно вернулись. И жопа по-английски это эс-хол. И когда он сказал, что да, я жопа, то есть эс-л, я сразу же вспомнила свою любимую историю про осла, потому что я даже поняла, что он сказал, что я осел. Не жопа, а осел. Потому что это, ну, очень-очень близко. Эс-хол, это как бы жопа. Ну, в общем, у меня в сознании жопа даже не было. Как бы оказался осел. И когда мы перевели обратно, я говорю, что это Данки, осел, как бы, то он согласился с этим. И тогда я ему рассказала всю историю, что вот я все ищу осла для того, чтобы проехать по мосту Сан-Франциско, для того, чтобы, наконец-то, изменить нарывание воззрения, то он очень вдохновился. И мы вот на этом вдохновении остановились еще в каком-то месте, рядом с океаном. Это была абсолютная жопа. В том смысле, что, ну, неплохое место, но заброшенное. То есть пустыня, степь, океан, край земли, темно, больше ничего не было. Была только луна. Какое-то время, да, на Гавайях мы вышли из машины. Было еще очень далеко ехать, я уже ехать больше не могла. Мы сели на краю земли. На этом я была, Элла, Эллина, ты лет ко мне привалился, легся. И мы переживали какую-то величину, и благость. У нас слонялся волками. И через какое-то время, когда мы пошли обратно к машине, то Элла вдруг услышала звук. Как вы думаете, чей это был звук? Это кричал осел. Вдруг в этом месте, в Гавайях, нашелся осел. Никогда в Калифорнии я слов не готова, ни посы не встречала. Но оказалась какая-то изгородь, и к нам выбежал этот осел. Вот он вот такой. После этого Эллион целый. Они поверили, что ты мессия, что я мессия, конечно. Потому что это было фантастическим чудом, которое случилось на их глазах. Они тоже никогда не встречали ослов в этом месте. И что он появился прямо сейчас в этом диком пространстве. Они поверили, что я мессия. Не может быть это действительно так. Тем более, что за эту идею свидетельствует Рашенхаус, который стоит на краю мира, практически за мостом Золотые ворота. То есть я, как бы проехав по мосту на как минимум одном осле, создала проект. Называется он Рашенхаус. И он своим существованием манифестирует доминирование другого мировоззрения. То есть весь проект основан не на материализме, не на идеологии потребления, а является оазисом духовности и созердия. По руслу протекает По зушной рекам Но ты, человеческий и сильный и смелый Своими руками цепку свою делай Иди против ветра на месте никто Войни не бывает Дороги простой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова